На заглушках и на соединителях желобов есть вот такие вот специальные уплотнительные резинки. Да, вот таким образом вставляется и одевается панель. Все, вот она у нас снизу зафиксирована. Всем привет! Сегодня будет обзор двух наших объектов. На первом мы устанавливаем пластиковую водосточную систему. На втором мы устанавливаем пластиковые фасадные панели. В первом случае у нас нестандартная, для нас нестандартная установка металлических крюков. Во втором случае, в принципе, все стандартно. Устанавливаем обрешетку, обрабатываем ее антисептиком, прикручиваем ее на желтые саморезы и монтируем пластиковые фасадные панели. Поехали! Эдик, привет! Да! Вот он, наш дом, который мы обшиваем. Сегодня у нас... Эдик, какой сегодня день работы? Третий? Третий день работы. Мы уже обшили его полностью деревянной обрешеткой. Брусок 50 на 30. Сухой строганой обработали его антисептиком. Начали устанавливать вторую стену фасадными панелями. Обратите внимание, куда нужно закручивать саморезы. У всех фасадных панелей сверху есть вот такие вот овальные отверстия. Саморезы нужно закручивать именно сюда. И нужно не доводить панель до конца, чтобы был небольшой ход, чтобы их от перепада температуры не повело. То есть, если мы, грубо говоря, панель зафиксируем, то при перепаде температур, скорее всего, эти панели могут повести. Вот. Закручиваем. Вот. Вот. Не доводим немного самореза, чтобы у нас был небольшой ход. Иногда в том месте, где брусок, овального отверстия нет. Вот посмотрите, как здесь, с правой, с левой стороны. Вот. Здесь нужно рассверлить дырку. Вот. И также закрутить в эту дырку саморез. Потому что, если этого не сделать, то, скорее всего, при перепаде температуры панель поведет. Вот. А крыша, про которую я рассказывал. Именно здесь мы будем монтировать водосточную систему. Обычно, когда кровля уже смонтирована, водосточная система устанавливается на короткие крюки. То есть, есть некая какая-то лобовая доска, на которой крепится короткий крюк. И на этот крюк устанавливается водосточный желоб. То есть, это обычный вариант. Здесь у нас вариант нестандартный. Нет вот этой лобовой доски, на которой мы можем закрепить крюки. Поэтому мы предложили клиенту два варианта. Первый вариант, с нашей точки зрения, самый нормальный, это приподнять листы металлочерепицы, нашить дополнительно доску, на которую будет крепиться крюк, соответственно, его закрепить, обратно установить лист металлочерепицы и на эти длинные крюки повесить уже водосточный желоб. Это первый вариант, который нам нравится. Второй вариант, который нам нравится меньше, это на подшивку свесов кровли. Здесь есть балки, на которые крепится вагонка. Вот на эти балки закрепить длинные крюки, такие же длинные, как и в первом варианте мы хотели использовать. И загнуть на определенный уклон и, соответственно, уже устанавливать водосточный желоб. Клиент выбрал вариант номер два, потому что вариант номер один, подсовывать крюки под металлочерепицу, он немного дороже. Клиент здесь решил сэкономить и установить водосточную систему на деревянный вагон. На этой кровле мы будем устанавливать пластиковую водосточную систему фирмы Дёки. Называется она Дёки Люкс. Цвет у него коричневый. Как нам сказали в техническом отделе Дёки, то, что эту водосточную систему можно использовать без герметика. У него на заглушках и на соединителях желобов есть вот такие специальные уплотнительные резинки. Такие резинки используются в окнах, они очень хорошего качества. Поэтому, собственно говоря, эту водосточную систему можно использовать без герметика. У всех фасадных панелей с обратной стороны есть вот такие вот крючочки. Вот эти крючочки нужны для того, чтобы их вставлять в стартовую планку специальную. Вот у нас металлическая стартовая планка идёт. И сейчас мы покажем вам, как это устанавливается. Так, сейчас ледик подойдём чуть-чуть назад. Вот так. Да, вот таким образом вставляется и одевается панель. Всё, вот она у нас снизу зафиксирована. Всё, мы вставили фасадную панель в стартовую планку. Нам не нужно будет её вот здесь вот закручивать саморезами, потому что вот она встала, стоит плотно. Всё красиво смотрится. Что касается шага обрешётки. Мы делаем по внутренней стороне 30-35 сантиметров в зависимости от того, как у нас расположено окно. Ну, примерно это 30-35 сантиметров по внутренней стороне. Вот так у нас выглядит вариант номер два с установкой длинных крюков на деревянную подшивку свесов. Вот мы установили крюк. Как мы определили место? Здесь есть чёрные саморезы. Соответственно, вот это место у нас усилено. В это место прикручивается деревянная вагонка. Соответственно, сюда мы и должны прикручивать наши крюки. Закрепляем мы их на жёлтых саморезах, чтобы они не ржавели. И ставим с тем шагом, как идёт вот эта усиленная балка. Где усиленная балка, там мы, соответственно, и крепим наши крюки. В процессе монтажа водосточной системы у нас добавилась ещё немного работы. Клиент захотел установить на треугольной части бани ещё немного водосточной системы. Там мы будем устанавливать вот такие вот короткие пластиковые крюки, потому что там есть лобовая доска. То есть на основной части работы лобовой доски нету, поэтому мы устанавливаем длинные крюки, да, и подшиваем их снизу. А на треугольниках есть лобовая доска, поэтому там нет никакой проблемы установить вот такие вот короткие крюки. Вот так выглядит установка сверху вот этих водосточных желобов. Здесь вот мы установили короткие крюки и воронку. Воронку мы выводим вот на эту часть крыши. Также заказчик не захотел трубу опускать вниз, поэтому сделали вот такое вот решение. Ну вот такой вот небольшой обзорчик получился. Если тебе это видео понравилось, ставь палец вверх, подписывайся на наш канал. Спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, до новых встреч!